Уважаемые педагоги! 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 Особое внимание при обучении данным видам чтения следует уделять развитию приемов к смысловой переработке текста, например, языковой догадки, анализу и интерпретации, выделению основного и второстепенного текста, прогнозированию лингвистическому и смысловому. Все задания раздела чтения требуют хорошо развитую компенсаторную компетенцию, так как в них преимущественно используются эквиваленты, синонимы, толкования. Решающую роль могут играть нетоприметные умения сопоставлять, обобщать, критически оценивать, находить причинно-следственную цель. Наиболее проблемным для сдающих конкурсов язык остается раздел «Громатика и лексика». Для подготовки к заданиям данного раздела рекомендуется регулярное повторение грамматического материала. Безусловно, система времен, посленная речь, согласование времен, наклонение по-прежнему остаются зонами особых трудностей для учащихся. Еще одна причина в том, что учащихся не хватает опыта работы над связанными текстами. Также причина в ошибках, которые заменуемые делают при переносе ответов к этим заданиям, в бланк ответов, путают номера заданий, переносят вместе с ответом в бланк предшествующие пропуску слова. Участники экзамена должны понимать, что необходимо выделять несколько минут на проверку выполненного задания и заполнение бланков ответов. Тогда будет значительно меньше ошибок при заполнении бланков ответов. Нужно анализировать связанные тексты с точки зрения употребления грамматических форм, частей речи, словообразования, словоупотребления. При подготовке к выполнению заданий по грамматике и лексике требуется объяснить цели разных форматных заданий. Для подготовки к разделу «Письмо» рекомендуется развивать метапредметное умение, планировать свое письменное высказывание, реализовывать его без нарушения логики, с учетом коммунитативной задачи. При подготовке учащихся к выполнению заданий 39 следует обратить особое внимание на проникновение в смысл задания, умение дать полный и точно ответ на вопрос и запросить информацию, обращать внимание на требуемый объем. Переписанная тема самого задания не входит в объем текста. Необходимо показывать учащимся приемы, которые позволят им увеличивать и уменьшать написанные им ответы. Трансформация заданий 40 в альтернативное задание представила возможность выбора участникам экзамена одну из двух тем для развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение». Следует обратить внимание на ограничения по времени и объему и потратить несколько минут на обдумывание своего выбора. Приводя контраргументы, желательно отставить свою точку зрения не теми же словами, что раньше, а использовать перекраски, синонимные. Для подготовки к разделу «Говорение» могу дать несколько советов. Задание 1. Приучить обучающихся читать незнакомые слова по правилам, по аналогии с подобными словами. Правильно расставлять паузы, обращать внимание на следовательность и беглых встреч. Задание 2. Следует обратить внимание учащихся на то, что здесь важно не делать никакого вступления, а сразу задавать прямой вопрос. Для подготовки нужно регулярно организовать спонтанные диалоги фар на изучаемую тему. Задание 3 и 4. Монологическая речь. Учащиеся должны прочно усвоить, что любое монологическое высказывание должно иметь вступление и заключение. Важно развивать умение спонтанной речи на основе вербальных опор, планов, ключевых слов и выражений и шире использовать визуальный опор. Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ. Также могу посоветовать следующие методические пособия для подготовки к ЕГЭ. Дорогие выпускники, франкофоны, вам предстоит этим летом очень много поработать самостоятельно, готовясь к ЕГЭ. Давайте поговорим сначала об общих правилах успешной подготовки. Первое. Знать структуру экзамена на изучение. Время на выполнение каждой части, формат заданий, критерии, по которым проверяющие будут вас оценивать. Второе. Решить как можно больше демоверсий и заданий для подготовки к ЕГЭ с сайта ФИПИ. Третье. При решении тестов для подготовки обращать внимание на новые лексические единицы, расширяя свой словарный запас. Использование разнообразной лексики – это один из критериев оценивания письменно и устной части. Четвертое. Внимательно отнеситесь к выбору темы эссе. Продумайте аргументы. Точно следовать структуре и необходимому количеству слов. Писайте эссе на различные темы и отсылать их на проверку вашему преподавателю. Это вам необходимо для подготовки. Для погружения в языковую среду смотрите фильмы, передачи, слушайте песни на французском языке. Для того, чтобы знать структуру экзамена, изучите материалы для предметных комиссий, замещенные на сайте ФИПИ. Самым сложным заданием для сдающих французский язык является грамматика и лексика. Для подготовки к нему необходимо решать тесты ингредиентальных сайтов, но прежде всего на ФИПИ. Некоторые сайты предлагают онлайн-достеревые. В разделе грамматика и лексика в заданиях приводится не отдельное предложение, выводное из контекста, а законченные тексты. Стратегия – это внимательное прочтение каждого текста. Понимание содержания текста поможет в выполнении заданий. Задание 19-25 – это задание базового уровня сложных. Проверяют умение образовывать грамматические формы имен существительных, имен приглагательных. Глаголов, местоимения, наречия. Мы работаем с двумя небольшими текстами, с пропусками. Справа указаны слова. Вам нужно определить правильную форму слова и образовать. После прочтения текста вы должны понять, в каком времени развиваются события. Задание 26-31. Словообразование. Вы работаете с одним законченным текстом, с пропусками. Проверяют умение образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставов. Вы должны образовывать однокоренные слова, которые соответствуют вам. Повышен уровень сложности заданий 32-38. Это задание на лексику, где дается связан текст с пропусками лексических единиц и предлагаются лексические цепочки. Надо выбрать по контексту одну единицу и заполнить пропуск. Формат продуктивного задания «Личное письмо» позволяет проверить базовые навыки и умения. Знакомство с нормами вежливости французского языка. Умение отвечать на вопросы. Умение задать вопросы. Умение различать официальный и неофициальный степень. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию решения коммуникативной задачи, все задание оценивается 0 баллов. Требуемый объем для личного письма в задании 100-140 слов. Допустимое отклонение составляет 10%. Если в задании 39 менее 90 слов, то задание проверки не подлежит. Оценивается 0 баллов. При повышении объема более чем на 10%, проверке подлежит только 140 слов. И оценивается только эта часть работы. На данном слайде вы видите план выполнения задания 40. Вам предстоит выбрать одну из предложенных тем. Сформировать свое мнение, согласиться или не согласиться с высказанным. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию решения коммуникативной задачи, все задание оценивается в 0 баллов. Для развернутого письменного высказания вам необходимо набрать 200-250 баллов. Допустимое отклонение составляет 10%. Если в задании 40 менее 100 слов, то задание проверки не подлежит и оценивается в 0 баллов. При повышении объема более чем на 10%, проверке подлежит 250 баллов. И оценивается только эта часть работы. На данном слайде вы видите типичные ошибки при выполнении заданий 40. Замена формата, обмена темы, неумение точно сформулировать проблему в начале высказания, сделать точный вывод в конце, отсутствие своего мнения, как во вступлении, так и во втором абзаце. И другие ошибки. Старайтесь не допустить данных ошибок. Подготовиться к экзамену вам очень помогут данные пособия, где собраны правила для учащихся, пошаговый разбор различных заданий, стратегии выполнения заданий, подготовительные задания, тренировочные задания в форме ВИГ. Желаю вам удачи. Будьте здоровы, у вас все получится. Бон куража! Шерзань! Продолжение следует...